Добрый вечер, дорогие друзья! Я очень рада здесь быть в очередной раз. Обычно я рассказываю про какую-нибудь научную концепцию, хотя Наташа сегодня сказала, что у нас не будет науки, будет вам наука. Есть научные концепции любви. Об одной из таких я вам расскажу. Как всегда, да, на моих выступлениях это презентация, рисунки сделаны авторские прямо к теме моей дочери художником Анны Самсоновой, потому что говорить мы будем о серьезных вещах и нам нужна наглядность. Единственное, чего в этот раз я вам не покажу, что делаю всегда, это книжку. Потому что книжка, в которой изложена эта научная концепция, она у меня пропала лет 10 назад и уже не издается 20 лет. Но в интернете вся информация есть, ровно по половине того материала, который я вам представлю, а вторая половина будет абсолютно эксклюзив. В интернете информации нет, потому что в 90-е годы, влюбленная в эту научную концепцию, я ходила в библиотеку, и у меня, видите, какой старый шрифт, сохранились все нужные таблички. Сам автор научной концепции о структурах предложений, которые влияют на значимость нашего высказывания, считал эту концепцию тупиковой. Но есть все данные о том, что мы скоро с вами получим новые научные данные. Но начнем мы с самых простых вещей, с фраз любви. Посмотрите, пожалуйста, на слайд. Я вам прочитаю бессмертное высказывание. «Люби меня, как я тебя, и будем вечные друзья». Многие из вас видели, кто-то и сам что-то подобное писал. И первым делом я прошу вас проголосовать. Поднимите руки, кому это высказывание нравится. Вообще нравится и все. Спасибо. А кому не нравится? Тех, кому не нравится немного больше. На самом деле, друзья мои, это цитата. Придется маленькие факты своей биографии. Мне было 15 лет, у меня была первая любовь с мальчиком из Эстонии. Каникулы закончились, и он прислал мне письмо. Фотография, на обороте которой было ровно это написано. Мальчик был симпатичный. Фотографию я девчонкам и подружкам с удовольствием показывала, а надпись эту зачиркала. Так же, как и те, кто поднял руку, что-то меня в ней смутило. Мы с вами в конце лекции вернемся, и вы поймете, что здесь не так. Итак, друзья мои, книжка, которую я хотела вам привезти, и не могу уже 10 лет показать, потому что ее нет в продаже, называется «Звук и смысл». И сегодня я расскажу вам о самых тонких вещах, которые есть в словах и влияют на наши впечатления от этих слов. И вот эти самые наши впечатления на самом деле можно заранее просчитать и закодировать. Наука, которая этим занимается, называется фоносемантика. Фон – звук, семантика – смысл. Очень коротко расскажу. Первым известным науке фоносемантиком был монах Ефимий. Он считал, что звуки «с» и «з» пригодны лишь для доносов. И это правда. Чуть позднее вы поймете, чем нам с вами «с» ладно, так сильно не нравится «з». Меня на филфаке учили, и это справедливо по отношению к нашей теме тоже, что все, что есть в языке, определяется либо географией, либо физиологией. Вот в данном случае срабатывает биология. Это вам намек, я потом спрошу, чем так нехорош звук «з». Далее у нас с вами было много попыток. Ломоносов делил звуки на хорошие, плохие, круглые, квадратные и прочее. Преуспели в этом поэты-футуристы и поэты начала XX века-символисты. Они со своими именами поиграли. Андрей Бугаев стал Андреем Белым. И это правда. Вам сегодня подтвердит любая программа, что Белый гораздо лучше воспринимается, чем Бугаев. А Виктор Хлебников стал Велимиром. Ну и таких экспериментов было много. А затем уже, скажу честно, 50-е годы в Америке фоносемантика расцвела, а у нас в стране была целая лаборатория с 1976 по конец 90-х годов в Ленинградском, а потом в Санкт-Петербургском университете. Лаборатория совершенно сказочная, потому что то, что они открыли и описали, сегодня используют все умные рекламщики, маркетологи и прочие люди, связанные с языком. Так вот, друзья мои, книжка Журавлева «Звук. Смысл». Она как раз рассказала, что такого есть в словах, что действует на наше подсознание. Сам Журавлев назвал это фонетической значимостью, использовал слово «впечатление». И на самом деле он придумал много замечательных вещей. Первое, он придумал манекены слов. Урщух и Лимень, знаменитая парочка, которую предлагали тысячам людей и спрашивали, где хорошее слово, где плохое. Можем не голосовать. 80% людей предпочитают Лимня. И понятно почему. Но самое главное, что сделал Журавлев, он тогда только-только появились первые компьютерные программы, он прогнал через специальные программы тысячи текстов русской классики, любовных стихов, романов и так далее. Машина была запрограммирована на то, чтобы не понимать значение слов. Но у нее вкладывались предполагаемые гипотетические, фонетические и структурные значения. Ну, например, что звук «А» красный. И когда она встречала «А», она бросала на экран красную краску, эта машина. И в книжке вот в этой есть много иллюстраций, как действительно Есенин – желто-зеленый, а Тарковский у нас сиреневый и так далее. Все это получалось очень точно. И, соответственно, про звук были разработаны огромные шкалы, 25 характеристик. Каждый звук, друзья мои, обладает в той или иной степени такими характеристиками, как тихий, медленный, добрый, злой, печальный, бодрый, возвышенный, радостный и так далее. Но еще заслуга, извините, сейчас наука закончится, начнется уже практика. Его заслуга в том, что он точно понимал, что в разных местах слова звуки работают по-разному. Самые важные, конечно, ударные гласные и самые важные, конечно, согласные в начале слова. А еще у разных языков разные любимые и нелюбимые звуки. И это была самая большая загадка. Почему? Почему русским нравится М, Н, Л, В, Г, Б, Д, а полякам Ш? Совершенно вы правы. Потому что частотные звуки воспринимаются как родные, любимые, знакомые, хорошие. И если в польском языке каждый второй звук Ш, то это звук прекрасный. В итальянском самый распространенный звук Ч. Для русских это катастрофа. Я скажу, почему. Есть ответ, почему. Вот этому принципу частотности как раз на самом деле, да, вот благодарны все ученые, потому что отработан он был именно Журавлевым. И это все поставило на свои места. Знакомое, родное, незнакомое, чужое, плохое. Часто встречаем. Но сейчас вы страшно удивитесь. Кто вчера был на клубе итальянском, прошу промолчать. Вы никогда не догадаетесь, какой согласный звук самый частотный в русском языке. Ваша версия? Согласный. Сы? Нет. Р. Р. Нет. Какой? П. Нет. Какой? Н. Нет. М. Нет. Осталось еще всего 14. Поехали. Д. Да? Д. Нет. Кто сказал ты? Все. Ты. Слава Богу. Ровно на середине списка мы остановились. Мои дорогие, почему мы с вами не знаем, что ты самый частотный звук русского языка? Потому что он всегда стоит в конце. Д. Л. Е. Т. М. О. Е. Т. П. И. С. А. И. Т. Д. Е. Он всегда стоит в конце. Мы его не замечаем. У нас есть глагольные формы, которых на каждый глагол 72 штуки, наполовину заканчиваются на букву ты. Поэтому мы его, кстати, не любим. Если поляки любят свой ши, итальянцы обожают свой чи и делают из него частицу чи, которая у нас по поводу и без повода встает почти в каждую фразу итальянскую. И это катастрофа для нас разобраться пока с каким значением она здесь стала. То мы свой ты совершенно не замечаем. И как раз в программах современных ты нам не дает ни плюсов, ни минусов. У нас нет отношения к этому звуку. Хорошо. Но мы давайте к звукобуквам вернемся чуть попозже. А начну я свой рассказ с той самой концепции, которую сам Журавлев назвал ненаучный синтаксис любви. Потому что она абсолютно уникальная. И потому что вы единственные люди, кто сейчас про это узнает. Итак, что произошло? Занимаясь фоносемантикой, Журавлев заметил, что машина также реагирует не только на звукобуквы, но и на определенные модели предложений. Есть модели, которые машина считывает как со знаком плюс, а есть модели со знаком минус. И он составил такую лесенку. Семь шагов от полной прекрасной гармоничной любви к полной катастрофе. И вам сейчас я расскажу, какими сигналами каждая обладает из конструкций, и вы будете знать. Если вам придут письма и смски, в которых появятся эти элементы, вы будете предупреждены, а значит вооружены. Кстати, сразу маленький комментарий. Тогда, в начале 90-х, когда возникла эта концепция, все думали, ученые, что письменная культура уходит. И гораздо большее значение играет интонация. Они не знали, что совсем скоро будет электронная почта. А потом наши с вами смартфоны, мы сейчас пишем больше, чем говорим. И кроме, типа, не кричи на меня капслоком, мы ничего в письменной форме не можем выразить. Так вот именно эти конструкции, они как раз и выражают значение, которое сам Шерлевох назвал подсознательными. Итак, мы с вами начинаем. Первая конструкция. «Счастлив тот, кто любит и любим». Шерлевох назвал ее конструкцией взаимной любви. Как вы думаете, вот эта картинка, она рассказывает о том месте прекрасном, где каждый любит и любим. Что это за место? Это он самый, это Эдем. Что же в этой конструкции, друзья мои? Тут жирным выделено, но вам пока не видно. «Тот» и «кто» — это два равновесных слова. Одно называется соотносительным, а второе называется у нас союзным. Они равны и по буквам, и по звукам. Они очень гармоничны. «Счастлив тот, кто любит и любим». Сейчас еще приведу какие-то конструкции, которые сам Журавлев считал тоже гармоничными. «В том, чтобы», «тот, кого» и так далее. Если вы общаетесь со своим любимым примерно вот такими предложениями, все у вас прекрасно. Значит, Журавлев предложил описывать эти конструкции с помощью истории Адама и Евы. Следующий шаг. Адам любит Еву так же, как Ева любит Адама. Тут вроде бы все хорошо, замечательное слово «так же». Но это «же». Уже говорит, что попробуй-ка. «Ж» вообще, друзья мои, с точки зрения фоносемантики, очень опасная вещь. Пожалуйста, не злоупотребляйте. Этот звук, мы тоже узнаем, почему очень скоро, вызывает у нас тревогу. «Ж». И хотя у нас называется символика полной гармонии или мудрого чувства, начинается у нас мудрое чувство разрушаться сигналов типа «если». «Если Адам не любит Еву, то и Ева не любит Адама». С точки зрения психологии все прекрасно. Но, мои дорогие, поверьте, если вам пришло сообщение со словом «если», пора напрягаться, потому что включается торг. «Если» – это союз условия. Мы разговариваем об условиях, когда мы ущемлены. Идем дальше. «Адам съел то яблоко, которое предложила Ева». Переходная конструкция, рассказывает нам автор, то, которое, друзья мои, слово «который» изменяется парадам, числам, падежам. Слово «который» указывает, что одна часть зависима от другой. И это тоже намек на то, что уже гармония, равновесие нарушается. Конструкция неравноценностей выражается в словах оценки. Например, «Адам любит Еву больше, чем Ева любит Адама». Вопросов нет. Знак «больше» – это не знак «равно». Мы ушли с вами из гармонии в, внимание, в умеренную дисгармонию, так это называется. «Адам любит Еву, а Ева любит, пока еще, яблоки». Здесь, конечно, главный конструктивный элемент «А». Там, где «А», там, где «но», там, где «только», там, где «не только, но и», там, мои дорогие, уже противопоставление. Это конфликт. Поэтому, конечно, на эти союзы внимания обращаем и понимаем. Либо мы с вами начинаем возвращаться тот, кто, ну, хотя бы та, которая. А если мы остаемся в такой с вами структуре, да, в таком синтаксисе, наши с вами отношения очень скоро подвергнутся к краху. И вот они, два последних шага. Если Адам любит Еа, или Адам любит Еву, или Ева любит Адама. Или, или. Это у нас союзы, которые называются чередованием. Или второе значение у нас, кроме чередования, это… Наташа забыла. Как еще эти? Как эти союзы называются? Чередование, второе значение? Ну, в общем, понятно. Просто филологи сидят. Ну, мы тоже забываем. А на самом деле, конечно, что-то типа невозможности, что-то, в общем, такое, что либо-либо. Ну, все понятно. Либо-либо. Это совсем нехорошо. И, наконец, катастрофа. Хотя Адам любит Еву, она не любит его. Мои дорогие, хотя в языке называется союзом уступки, но это никакая не уступка. Это ровно наоборот. Это катастрофа. Потому что с хотя начинаются самые главные в жизни разборки, которые приводят к полной потере отношений. Так, во всяком случае, утверждала та самая программа, которая проанализировала много-много тысяч любовных писем, стихов и романов. И все это было, соответственно, доказано. И хотя говорят, что от любви до ненависти один шаг, теперь вы знаете, что семь шагов, семь ступенек из рая в ад. И на любой из этих ступенек можно остановиться, начать разговаривать по-другому и вернуться в Эдем. Это то, что касается предложений. А сейчас очень коротко о звуках, которые на нас влияют. Вы уже поняли, что разные звуки мы воспринимаем совершенно по-разному. Есть совершенно замечательная программа в интернете, очень простая. Любой из вас может ею воспользоваться. Набираете фоносемантическая характеристика слова, и вам посчитают, какое слово у вас. Вот я здесь сделала десятки слов, это очень интересно. Расскажу вам только про три слова, чтобы вы поняли, как это работает. Смотрите, я вела слово «люблю». Синим цветом обозначены условно положительные характеристики, которые в этом слове закодированы в звуках. Красным цветом условно отрицательные. Сейчас я прочитаю, чтобы всем было видно. С чем же ассоциируется данное слово? У нас с вами носители русского языка. Синие, хорошие, красивый, хороший, нежный, женственный, безопасный, округлый, добрый, прекрасный набор слова «люблю». И только один единственный у нас красный цвет. Это характеристика «слабый». Любящий всегда уязвим. Я знаю, почему. Там две буквы «ю». «Ю» – это всегда что-то уязвимое. Хорошо. Поскольку я итальянский язык преподаю, я решила проверить мысли ученых о том, что это работает только для носителей данного языка. Я взяла слово «аморе», это слово «любовь», и решила проверить его на нас, русских, как оно воздействует. Ну, во-первых, нет ничего красного. Нам нравится это слово «аморе». Смотрите, большими буквами здесь то, что новое, чего не было в слове «люблю». Громкий, могучий, яркий, активный. Такова, видимо, итальянская любовь. Хозяйки, на заметку. А что совпало? Хороший, округлый. Слово «аморе» нам очень нравится. У нас нет ни одного красненького. Это очень хороший знак. Значит, в итальянском языке этим словом не только называют чувства, но и обращаются друг к другу. Я взяла еще одно обращение, не стала показывать вам. В итальянском языке часто любимого человека называют «тезоро». «Тезоро» — это сокровище. Эта программа показала ноль. Для русского уха это ни о чем. Ни о плохом, ни о хорошем. Ноль, сказала программа. То есть все были серенькие характеристики. Хорошо, решила я. Давайте проверим, как у нас с сексом. И заложила в программу слово «хочу». Хочу. Многие молодые люди и мужчины подумают, что это самое важное слово, которое он должен сказать любимой девушке. Дорогие мои, я вас оточарую. Теперь узнаете, наконец, как мы это слышим. Мы это слышим как темный, страшный, низменный, печальный, медленный и тусклый. Я не стала управлять слово «секс». Вы можете это сделать сами. Примерно то же самое. Хорошо. И вот, наконец, множество слов проверив, я, друзья мои, составила этот список из звуков или звукобукв любви и нелюбви. И сейчас вам раскрою некоторые секреты. Все-таки надо понимать, откуда что берется. Итак, друзья мои, звуки любви, они здесь синего цвета. Так в программе было, поэтому так получается. Хотя мы думаем, что красная – это любовь. Нет, синяя – это любовь. Итак, звуки любви все гласные, особенно и. Почему особенно и? Какие у вас идеи есть? Ну, понятно, что любимый, милый. Помните это правило? Все в языке определяется либо географией, либо физиологией. Вот здесь чистая физиология. Друзья мои, когда мы видим то, что вызывает у нас, внимание, умиление, мы растягиваем губы. И какой хороший! Между прочим, почти во всех языках слово «маленький» содержит букву «и» – «пиккоро». «Пикка» по-карельски. «Литл». Самый важный звук, когда вам надо признаться в любви. А вот «ы» красного цвета, знаете почему? Он ассоциируется с угрозой. Во всех фильмах ужасов именно этим звуком разговаривают всякие чудовища. А вот остальные гласные, пожалуйста, без проблем используйте. Согласные, самые прекрасные, л, д, н, возвышенные, р, в, б, с, это нежный, не снежный, а нежный. У нас тоже есть с вами си, ся, мягонькие, мыф и пы, мягкие. Я учила рекламщиков, вообще по фоносемантике я проводила много-много занятий с рекламщиками, и мои студенты со школьниками проводили. И вот мы такие составляли с ними рекламные объявления. «Мы можем вам предложить мягкую мебель». И это работает на 100%. Если вы будете говорить «Мы можем вам предложить спортивное оборудование», сразу оставляете его на складе. Никто его не купит. С этого «Мы можем» уже начинается диван. А вот сейчас расскажу все-таки про страшные звуки, и будет понятно, почему нам не нужно их употреблять. Все это связано, конечно, с нашим опытом жизни. З-Ж-И устрашающие. «Господи, и краткое, это чем не нравится этой несчастной программе?» Есть у кого-нибудь идеи? Почему «и краткое» попало в эту группу? Ау? «Препятствие» и «кратким» выражается? Мои дорогие, все гораздо проще. Это звуки насекомых. Вы знаете, что больше всего людей в мире умирает от малярийного комара. Больше всего в мире. Это правда, абсолютная. Так вот, послушайте. «З-Ж-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И». И все остальное тоже. Угрюмые «ф» и «ш». Сам Журавлев приводит потрясающую историю по поводу звуков «ф» и «ш», как они однажды сработали. Вы знаете, когда началась Вторая мировая война, гитлеровская армия во всем мире называлась нацисткой. И только в Советском Союзе мы назвали этих людей фашистами. Потому что это самые страшные для русского языка звуки. «Ф» фырчит, похожее на филина, писал Вознесенский. «Ф» — это, друзья мои, всегда признак иноязычного слова. Коннотация иноязычности «ф» у нас в крови. Ну а «ш» — это то, что тоже связано с угрозой, с насекомым и прочим. Поэтому совершенно неправильно, да, у нас есть историки, называть нацистов фашистами, но именно так и происходило здесь в Советском Союзе. Так выражалась ненависть, невозможность принять это. Это было страшным и чужим. Почему у нас «ГКХ» унылые? Ну, филологи знают, что это называются заднеязычные звуки. Чтобы их произнести, нужно с корнем языка такое сделать. «ГКХ» — такое сделать. Ой, это очень неприятно. Их очень сложно произносить. Они действительно требуют напряжения корня языка, что очень сложно. А про «СЕЙЧ» я тоже расскажу. Почему же они тяжелые «СЕЙЧ»? Да потому что, друзья мои, это звуки Африкаты. Каждый из них собран из двух других звуков. «Ц» из «Т» и «Сы». Поэтому мы говорим «МОЭЦАЦИ», слышим, а пишем «МОЭЦЯЦАЦИ». А «ЧИ» состоит из «МЯХКОГО «КИ» и МЯХКОГО «ТИ». Это вообще не произнести, как это было. «МОЧ» — это когда-то было «МОКТИ», глагол «МОЧ». Поэтому, друзья мои, на самом деле, конечно, это такая вот, вроде, на вид взаумная концепция, а она абсолютно-абсолютно прозрачная. Ну и вот, соответственно, кстати, я, например, взяла и пропустила через программу слово «пацанка», и там на букву «С» прям заверещала программа красным цветом, какая неприятная буква «С». «С» никогда-никогда не скроешь, она огромная и тяжелая, «Ч» никуда не скроешь, поэтому «зайчик» — это очень нехорошо в отношении к своему любимому. А теперь, наконец, вернемся к нашей фразе и поймем, как она должна звучать действительно на языке любви. «Люби меня, как я тебя» — с этим все прекрасно, это конструкция равновесия, гармонии. А дальше и оба будем любимы всегда. Ли-би-и. И все в порядке. И это любовь навеки. Спасибо за внимание.